Привет, это я, ваш блудный сын Мартин, и к несчастью я все еще жив, это значит, что видео продолжают выходить. Если вы мой подписчик, а если нет, то исправляйтесь, то вы задавались наверняка таким вопросом, почему я рисую это. Да, это довольно таки мрачно и необычно, однако у меня есть куча веселых, позитивных рисунков, вот они. А если вас я и заинтересовал своим творчеством, то обязательно приходите в телеграм-канал, группу ВК, в телеге спойлеры к новым рисункам, к новым видео, мы там общаемся и с чат для общения, а в группе ВК просто мои рисунки. Ну а теперь, в общем-то, к теме. Лето или осень 2021 года, я начинаю очень активно смотреть Мистикл Баттонс. Не то, чтобы я до этого ее не смотрел, но в этот момент я ее начал смотреть очень-очень-очень активно. И если до этого у меня уже были темы на мрачные рисунки, ну я как-то стеснялся такое рисовать, то когда я увидел Мистикл Баттонс, ее количество мрачненьких работ и ее огромную аудиторию, я понял, что такого, в принципе, стесняться-то не надо, ведь это не что-то запрещенное. И примерно тогда вот появился вот такой вот рисунок. Из-за чего я сейчас озвучиваю, и я не очень помню, как он выглядит, но на монтаже я вставлю. И насколько я помню, ну это не прямо что-то мрачное, а просто такое с сюжетиком каким-то довольно-таки невеселым. Вот. Плюс в это время я начинаю слушать Ice Peak, группа есть такая. Вот. Вы можете узнать их по вот этим вот картинкам и песням, собственно, да. Вот. Это тоже добавило мне идей для рисунков. В тот момент у меня начал зарождаться в голове прям осознанный сюжет моих персонажей, и следовательно, все-таки вот мои психологические травмы, связанные с буллингом, травлей в школе, они перешли и на персонажей. Вот. У них мрачная довольно-таки будет история. Если вы, кстати, не знаете ничего про моих персонажей, то смело приходите в описании. Там вот телеграм-канал, где я раскрываю тайны иногда в своих персонажах. Мартин и местные. Вот. И еще есть видосик, где я рассказал о Мартине и Мартинике в своих персонажах. Ссылочка тоже в описании. Видос прикольный, набрал мало просмотров. Ну, следовательно, я не думаю, что многим интересно, но если вам все-таки интересно, то, ну, поддержите меня. То есть, фактор того, что я начал рисовать такое вот, что-то грустное, мрачное, кресты, все дела, вот эта вот штука, все связано с тем, что я начал слушать Айспик. Я начал встретить мистикл баттонс и перестал стесняться своих идей в голове. Ну, это говорю, как будто что-то неадекватное, но нет. Совершенно нормально. Любите жуткое, что-то мрачное, да. Я с детства, лет с 12, может, нет, кстати, раньше, лет с 9-10, прям понял, что хоррор фильмы, фильмы в жанре мистика, триллер, ужасы, это моя любовь. И это, собственно, тогда уже очень-очень давно породило во мне идее создать свою вселенную с персонажами. Но, собственно, я боялся показывать эту вселенную, ибо, типа, я заходил в инстаграм, увы, запрещенный на территории России, и видел, что там куча позитивных, радужных в прямом смысле иллюстраций, художников, и особой мрачноты я не видел. Но потом, когда я начал интересоваться в Мистикал Баданс, Айс Пик и, в принципе, ужасами, моя лента в инсте запрещенки превратилась в что-то довольно-таки черное и мрачное. Ну, а, следовательно, если история моих персонажей довольно-таки грустная, мрачная, ужас и все дела, то мои рисунки тоже должны быть такими, чтобы отражать их историю, их характер и все вот в этом вот духе. Плюс мне, в принципе, в кайф такое рисовать. Я прям кайфую. Вот на данный момент сейчас я рисую вот такую вот иллюстрацию, и не могу сказать, что мне она нравится. Если честно, не нравится. Это мой персонаж Мартин. Он в гробике. Он не мертвый, если что. Ну, тоже раскрываю сюжетик. Вот. Он просто лежит там, могилка. Если бы это был он, то было бы на могилке написано, что это Мартин. Но там этого нет. А значит, это не он. Но про рисунок мы поговорим еще попозже. Давайте сейчас еще раз окунемся в ту тему. Почему я же я все-таки прям реально это рисую? Потому что некоторые подписчики, ну, во-первых, не понимали, но, думаю, сейчас пойму, да, почему я рисую. А во-вторых, просили меня об этом рассказать. Да и в-третьих, еще чего. Не сам. Самому хотелось об этом, ну, поговорить. Значит, благодаря Mystical Buttons, песням I Speak и их клипам, в частности, плюс любви к хоррорам, мистики, триллерам, ужасам, я начал придумывать мрачно довольно-таки историю своим персонажам. И чтобы вам не казалось благодаря позитивным каким-то рисункам, что история у них классная, когда любовь, морковь, нет. Я рисую именно вот такие вот рисунки. Но положительных тоже или нейтральных вполне достаточно. Взгляните на это. Это разве мрачно? Я не думаю. Буллинг и травля в школе, естественно, тоже повлияли на это. Вот на все эти штуки. Также моя любовь к готике тоже повлияла на это. У меня, в основном, куча черной одежды. Какие-то есть, если честно, даже персинг, ну, как-то магнитный, короче, да. Вот есть, если, ну, как это называется, читаться от сценария ухожу. Есть эти вот такие вот штуки, короче, ну, вы видите, да. Я их не так часто ношу, на самом деле, очень-очень-очень-очень редко, но все равно они у меня есть. Они мне нравятся, я не жалею о их приобретении. Что ж, всю тему мы в целом обсудили. Давайте поговорим про рисунок, что мне здесь нравится, что мне здесь не нравится. Да и вообще, мне кажется, можно поговорить про идею рисунка, раз уж мы в этом видео говорили про то, почему я это рисую. В общем-то, это мой персонаж Мартин, как я уже говорил, он залез в могилку чью-то, не знаю, он откопал что-то там, куда-то залез. Я не буду прямо дискутировать, почему, когда и зачем, ибо я не считаю, что это нужно даже для того, чтобы продлить хронометраж видео. Я не считаю, что нужно об этом говорить, учитывая то, что я сам до конца полностью не знаю сюжет, я знаю, чем закончится моя история, и, ну, и чем она начинается, и что нам будет в серединке. Я сейчас прописываю что-то, и вроде получается, вот, значит, здесь есть руки, которые вылезают из могилы, следовательно, что-то будет происходить довольно-таки невеселое. Для атмосферы я их сначала добавил, а потом понял, а, ну, почему нет-то, и всю жизнь такое будет, вот. Вот, что я могу сказать, что мне здесь нравится, мне здесь нравятся деревья, на спидпейте я их еще не начал рисовать, но они получились не сказать, что плохие. Вот, руки, вот эти вот, Мартина, которые вылезают, мне они не очень нравятся, они какие-то странные, ну, не анатомичные, но в целом, скажем так, это мой стиль, я художник, я так вижу, ладно, извините. Да, просто я очень, блин, долго сидел над этим рисунком и не мог разобраться, как тут все делать, поэтому бумага уже не справлялась, там уже дырка начала потихоньку появляться, поэтому я делал лайн-арт, уж как вышло, так вышло, извините. Вот, здесь изначально я хотел сделать еще несколько могилок других крестов, но мне кажется, это бы испортило как будто бы рисунок, вот. Мне не нравится небо, что, что это, деревья, которые там сзади, совсем сзади, сзади, которые вот сейчас будут скоро, в принципе, поинтересовать, они получились как-то не очень. Учитывая то, что у них маркер еще высыхался вверх для неба, это полное разочарование, если честно. Что еще мне здесь нравится? Мне нравится то, что я воплотил свою задумку, то есть Мартин в гробике тут лежит, в такой довольно-таки скверной позе, короче, лежащей, руки к сердцу, на грудь, вот. Пытается понять, бьется оно или нет. Господи, простите, это какие-то странные шутки. Вот, опять, как я и говорил, мне нравится, мне нравится крест, безумно этот крест, могилка, ну, это пик моего творчества, ну и деревья. В общем-то, все, всем спасибо за просмотр, это был я, ваш блудный сын Мартин. Видео, не знаю, залетит или нет, хотелось бы, чтобы залетело, но ладно. Целую всех в щечку, ну, да. Всем счастья, любви, добра, позитива, не болейте, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok